Друзья, всем привет! Снова сегодня Макс и сегодня 5 ноября. Ил-2 выкатили нам обнову, в которой мы должны увидеть теперь новые перегрузки. Но их интерпретация, так как они были переработаны, улучшены и модернизированы, а также новый самолет, который продается отдельно, это Hurricane. Я давно положил взгляд на этот самолет в магазине, да, хотел его приобрести. И вот сразу самые вам первые впечатления. Я напоминаю, что я использую HP Reverb для полетов в VR, так как максимально, ну, удается получить максимальное погружение и симуляция, в общем-то, максимально прочувствовать. Ну, давайте сразу свои первые впечатления о нахождении вот в этом 3D-кокпите. Что можно сказать? Это вот новый образца графика, так скажем, от Ил-2. Она еще, наверное, не того уровня, как в миллион текстурная в DCS, но это достаточно высокий уровень теперь уже. Как я рассказывал про P-47, это была очень хорошая графика. Вот я сейчас уставился на винтики в кабине, который переплет фонаря обеспечивает бронестекло впереди меня. Все вот это, то есть текстуры правильного цвета, я понимаю, что это металл, выглядит все это достаточно неплохо. Клепки, винтики, вот я вижу салазки, по которым двигается сдвижная часть фонаря, да, надписи на ней, царапины. Все выглядит так, как оно должно. Вот справа какой-то под сумочек. О, ничего себе, это Hate Airspeed Computer. То есть, это, видимо, такая, как типа НЛ-ки, только такой витрочетик, да. Значит, видно, что это сделано из материала, то есть фабрик, да, то есть это ткань. Ну, в общем, все в целом сделано неплохо. Ну, даже сказать, очень даже хорошо. Внешние текстуры, ну, то есть я сейчас смотрю, находясь в кабине на крыло, скорее, не могу сказать, что это миллион текстур. Я не знаю, 4К это текстура или нет, наверное, да, потому что используется, ну, все-таки это платный, платный контент. Вот, но, однако, когда ты находишься в VR, ну, нельзя сказать, что прямо крыло, прямо супер-пупер. Видно, что отдельные лючки, они прорисованы и сделаны как будто бы какие-то углубления, то есть они видны как 3D, но вот некоторые из них больше выглядят как нарисованные. Однако это может быть зависеть от, может зависеть от, ну, от настройки, вернее, даже не от настройки, а может быть зависит от окраски самолета, да, то есть можно выбрать. Я выбрал сейчас стандартную, и, может быть, от настроек окраски это будет зависеть, и как-то по-другому будут играть вот эти все потертости, потертости, шероховатости или вот эти выпуклости на лючках. Может быть, будет как-то иначе, но в целом неплохо, но это как бы не топ-2020 года. Но по меркам L2 это как бы их топовый контент, вот как недавно выпущенный P-47, вот это вот все вместе взято. Так, ну что у нас? У нас это Hurricane, я только посмотрел, я еще на нем не летал, настроил только управление, и мы с вами будем вместе получать самое первое впечатление о нем. Значит, это у нас британский истребитель, да, он использует, так сказать, British Brakes, то есть это differential braking, да, то есть это, в принципе, как на наших самолетах. У меня есть тормозная гашетка, тормозной рычаг, который, нажимая его, я блокирую либо два основных колеса, если у меня нейтральная педаль, или отклоняя, соответственно, левую или правую педаль, я получаю, значит, дифференциальное торможение, и отклонение стрелок на указателе давления, внизу он здесь, между ног, в кабине, я могу видеть, что действительно происходит, возникает давление вправо или левой стойке. Значит, ну что, давайте пока, наверное, фонарь прикроем, или нет, давайте лучше с открытым фонарем будем взлетать. Значит, самолет, поскольку оборудованным так называемым флип, сплит флэпс, это, по сути, по нашей терминологии, это посадочные щитки, они не столько увеличивают подъемную силу, ну, естественно, они ее увеличивают, но в большей степени создают сопротивление, то есть для этого они в первую очередь и сделаны, да, то есть по сравнению с такими, лидин, лидин и флэпс, когда отклоняется вся задняя кромка крыла. Ну что, поехали, too much talking, давайте будем взлетать, значит, я посмотрел режимы работы двигателя, да, будем опираться на наддув, который у британских самолетов выражается следующим образом, то есть это ноль, это атмосферное давление, все, что выше атмосферного идет плюс и, соответственно, циферка, вот, и, собственно, все, да, я так понимаю, что в дюймах, видимо, в дюймах поверх той стандартного давления. Поедем, давайте, начинаем разбегаться, и, значит, грунтовый аэродром, хотелось бы, конечно, у нас, значит, переменный ветер, 3 метра в секунду, я его направление не знаю, в инсок я не посмотрел, значит, я добавляю оборот этот под красную зону, то есть это такие близкие, о, какое отзывчивое на руль направление от себя, я только поднял, колесо сразу поднялось в воздух, давайте попробуем ближе к трем точечному положению, о, надо отметить, что очень маленькая скорость, необходимая ему для взлета, то есть практически самолет на месте взлетает, я бы сказал, что это ближе похоже на, на что это похоже? На спидфайр, на спидфайр это похоже, когда огромное крыло дает такие возможности короткого взлета, мы набираем на скорости 120 миль, джентльмены, 120 миль, у нас такой хороший угол, и мы сейчас с вами держим, давайте так, climb mode, это у нас, да, плюс 9, да, плюс 9 наддув, значит, и обороты 2,850, у меня сейчас за 3 тысячи, 2,850, climb mode до часа можно использовать, вот на этом режиме набора мы попробуем набирать, кстати говоря, у нас раннее утро, значит, такое вот интересное освещение, мы с вами набираем на новой карте, так скажем, она относительно новая, в конце лета вышла, это великие луки, летние их версии, раньше была зимняя версия, мне эта карта особенно нравится, потому что она, ну, очень неплохо нарисована, то есть она нарисована так, ну, очень похожа на землю, как ты видишь ее из реального самолета, единственное, что я бы сказал, может быть, да, я должен сказать, что на экране монитора, именно обычного монитора, а не VR, да, немножко все выглядит по-другому, из VR, ну, цвета немножко такие ненатуральные, может быть, но в целом, картинка, картинка хорошая, так вот, тем самым, я тут набираю очень поразительной вертикальной скорости, сейчас, правда, в динамике, да, в развороте, а что, я пустил нос, позволил ему разогнаться, но наша задача с вами на полет сейчас посмотреть, как он набирает, значит, посмотреть, кстати говоря, я не обнаружил, где тут управление всякими створками, но вроде как температура держится в порядке, я все, что у меня было назначено, я, к сожалению, нет крикабельной кабины, как обычной, но это как бы фича такая, да, не бакл двашная, но вот было бы удобно посмотреть под вид, быть, что, какие органы управления, как работают, а то я даже убрал шасси, не знаю, собственно, где ручка находится, похоже, справа внизу вот эта, да, так, тем самым мы уже набрали, сколько мы набрали, почти 6 тысяч высоты, мы можем, футов высоты, мы можем попробовать с вами поведение самолета в воздухе, ну, вот пока, пока я набирал, я не почувствовал каких-либо вообще особенностей у самолета, то есть он просто такой немного утюгообразный, достаточно стабильный, в общем, не могу сказать, сейчас мы при маневрировании попробуем его ощупать, да, давайте начнем, наверное, с виражиков, так вот, возвращаясь пока тут смотрю на красоты, да, мне нравятся облака, как нарисованы в L2, очень похожи на настоящие, вот, единственное, что мне не нравятся, вот эти крайние патчи, когда они заменили, поменяли, как бы, графику, и вроде как должно было быть все очень круто, вот эти вот блески металла, они, наверное, стали, но вот этот переход на другое, на другой рендеринг, то есть, например, раньше в DR при включении anti-aliasing, да, у меня была очень хорошая картинка, у меня не было вот этих ступенечек на удаленных объектах, а сейчас я вынужден включать такие характеристики графики, там, повышать anti-aliasing, допустим, в четверочку, да, что в DR дает достаточно серьезное ухудшение производительности. Слушайте, ну, тем временем, я выполняю разворотик влево, раз уж мы говорим про этот самолет в большей степени, выполняю разворотик влево, ощущаю, что, ну, не знаю, самолет очень понятный и простой, отзывчивость по элеронам, ну, он, конечно, меньше, чем у Яков, да, то есть, он такой вот, я бы сказал, он больше стабильный, чем маневренный, скорее всего, по элеронам я бы охарактеризовал его управляемость меньше, чем у Spitfire, да, вот, и мы сейчас сделаем такую бочечку вправо. В обратном полете не требуется особая поддержка ручкой управления от себя, вот, скажем, если полететь в обратном полете, ну, вот такое положение примерно капота над горизонтом. О, кстати говоря, и сразу мы, вернее, мы сразу переходим в этой обнове к разговору о, значит, перевернутых полетах, на, собственно, на то, как ощущаются перегрузки, ну, как красиво, мне нравится, как нарисована вот эта часть фонаря переплет, вот этот вот Emergency Breakout Panel, да, то есть, как вырваться из кабины, если ее невозможно открыть, да, например, аэродинамически ее подсасывает и тяжело сдвинуть. Хорошо, смотрите-ка, очень даже неплохо, мне понравилось, что в обратном полете с перегрузкой минус один, да, я увидел такое вот покраснение и расфокусировку в углах экрана, да, я напоминаю, что я в VR, да, и у меня вот это вот ощущение, они, как бы, очень-очень соответствуют, да, то есть, тем, которым можно получить в жизни. То есть, любое даже, как казалось бы, минус один, когда ты висишь на ремнях, это достаточно некомфортное, вот, я чувствую, у меня давление топлива, да, а вот двигатель встает, да, не только некомфортное для пилота, но сразу некомфортное для аэроплана. Значит, в положении минус один я вижу, что у меня идет покраснение экрана, давайте попробуем, как он какие-то вращения выполняет, как там можно сделать какую-нибудь фиксированную бочечку, ну, в принципе, могу сказать так, следующее, что самолет очень понятный, прозрачный и приятный в управлении, про боевое применение мы, наверное, сегодня не будем разговаривать, а может быть, заодно посмотрим C-47 новый в качестве подопытного, да, и, значит, давайте попробуем разогнаться, 2,850, посмотрим, как на скорости в 300 миль, допустим, выход в горизонт у нас будет выглядеть, или даже там 320, вот, мы разогнались в пикировании, посмотрим, как у нас теперь ощущается перегрузка. Берем умеренную на себя, перегрузка где-то в районе 3,5-4, и продолжаем тянуть с постоянным темпом, ну, примерно до создания вертикали, вот, летим вертикально, вертикально, и давайте попробуем выполнить какой-нибудь папоротик на вертикале, скорость высоковата, конечно, я чуть-чуть не смотрел, я не ожидал вообще, что он так неплохо полетит вверх, так, ну, не удалось, давайте теперь попробуем более энергично, я не успел какие-то эффекты увидеть, ну, я задавал темп аневра именно такой, который я бы задавал его в жизни, да, то есть, я бы, мне нравится, как отрабатывает, кстати, гувернер, да, или регулятор оборотов, то есть, у него есть такие очевидные запросы, что, ну, характерно для настоящего самолета, когда ты в пикировании разгоняешься, и при малых оборотах двигателя недостаточно давление масла, чтобы это все дело быстро, соответственно, разгону перевести винт, затяжелеть, давайте еще раз попробуем, более энергичный вывод, вертикально, скоростью 280 миль, вот так, чуть-чуть закрептел, есть ли какой-то потери, наверное, какая-то пассировка, давайте-ка я беру фанель, все, мутни, давайте, я подержу ее немножко так, и попробуем разворотик уже с меньшей скоростью, чуть меньше еще надо скорость на разворот, вот, и давайте-ка, да, вот этот заброс оборотов, мне вот это нравится реализация, так, теперь давайте попробуем какую-нибудь такую петелечку, петелечку, посмотрим, как самолет все ведет, и потом попробуем всякие срывы скорости, поэнергичнее будет у нас выход, явно мы теряем энергию именно на создание большого сопротивления на больших углах атаки, но, смотрите, никаких таких плохих вещей нет, учитывая, что я как бы размялся первыми маневрами, да, то есть я просто вот тяну, 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 хорошо, давайте такое, а, вот только сейчас я начал замещать, что у меня немножко серее в глазах, я думаю, что это похоже на правду, давайте сделаем такой маневр, который очень помогает отключать невежливых пассажиров, например, когда катаешь, например, на Як-52, ну, или просто тем людям, которые хотели бы попробовать, хотели бы попробовать перегрузку в действии. Напоминаю, переработанная перегрузка, она заключается в том, что были пересмотрены влияние подготовки пилота к маневрам, его разминочные, потери сознания и немножко добавлена, так сказать, толеранс, да, на его потерю сознания, сдвинута потери сознания по времени, чуть позже наступает, да, и то есть мы можем также после потери зрения, да, то есть мы можем, поняв, что ты потерял зрение, надо отпустить ручку, мы в такую вот зайдем, чтобы у него мощности не хватает, о-о-о, похоже, 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 сереет, я вижу, что сереет, то есть мне так становится тяжеловато, напоминаю, зачем я это делаю, да, потому что не хватает мощности удерживать, и вот здесь, конечно, бы уже разум не подсказал бы все отпустить и прекратить это делать, в принципе, что мы и сделали. Очень плавно наступает вот это вот поселение экрана, то есть оно дает вам возможность понять, что, ну, я делаю что-то не так, то есть мне явно сейчас нехорошо. Почему такое мы делаем? Глубокую спираль, да, ну, потому что у этого самолета недостаточно, в принципе, мощности, только у современных, наверное, на форсажном режиме истребителей достаточно мощности, чтобы дать форсажи в горизонте, в вираже самого себя убить перегрузкой. На всей, на всей основной технике, да, нам необходимо брать откуда-то эту энергию, мы ее берем во время снижения. Так, понравилось. Теперь другой момент. У нас вот этот колеранс, как и в жизни, должен снизиться, если мы немножечко повисим сначала кверх ногами, ну, например, выполним, пока у нас топливо у меня начнет глохнуть, такой вот, чтобы побольше была обратная перегрузка, такой вот, пол, часть виража, о, мне нравится, как краснеет, о, вот это да, когда тебе уже начинается, да ладно, давай, и пошли на себя сразу. То есть вот здесь мы сейчас должны ощутить после этого более, о, да, 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 вот оно, оно раньше начинает сереть, помните, да, то есть порядка, наверное, двух витков спирали я сделал, прежде чем у меня экран посерел, и сейчас у меня улучшилось, да, примерно постоянную перегрузку я держал, у меня улучшилось зрение само по себе от начального вот это провало. Почему? Потому что вегетативная сосудистая система, да, сосудисто-вегетативная, да, так скажем, она, как она, привыкла, да, она поняла и начала отрабатывать в обратную сторону. Если она сначала пыталась предотвратить в обратном полете кровоизлияние в мозг, то есть всячески сужая, так скажем, сосуды, да, и прекращая топ крови к мозгу, да, а теперь ей нужно было максимально сузить снизу сосуды, там, у ног, да, и открыть сосуды сверху, да. Напоминаю, что еще, кстати, в новой версии перегрузочных вот этой вот штуки учитывается наклон спинки самолета, это очень важно, потому что действительно, если ты в полулежачем положении, то ты легче переносишь почти незаметно все эти перегрузки, которые, ну, скажем, как человек может пощупать их, да, но это летая пилотаж на самолетах. Кстати, надо отметить, что не в последнюю, наверное, очередь, ну, нет, в первую очередь, конечно, благодаря вашим отзывам и отзывам тем, кто летает Л-2 и всем вот этим, подкинули кучу материалов, с которыми ознакомились производители и, собственно, переработали модель по перегрузкам, вот, и в том числе, значит, сам Андрей, главный, наверное, правильно сказать, инженер, программист Андрей Петрович, вот, который Соломыкин, он, начиная с того года, начал заниматься именно аэробатикой, то есть раньше он летал и имеет, соответственно, допуск, то есть имеет и пилотский, да, и летает, но вот с прошлого года, не в последнюю очередь, так сказать, при моем участии, да, я тоже, так сказать, подсурокил его и даже, ну, первый увозной, наверное, полетик с ним сделал и ознакомительный. В общем, теперь он летает на Як-52, на пилотаж, по уровню, наверное, уже, наверное, до второй вид дошел, но, тем не менее, он теперь понимает, как все это работает, какие именно картинки, то есть вот эти картинки, как сиреет в глазах и как именно ощущается, он так файн-тюнинг делал такую подстройку по своим, в том числе, ощущениям, потому что, ну, если ты не попробуешь, ты не знаешь, как именно это сиреет в глазах, да, тогда ты ставишь знакопеременные перегрузки, и это все дает тебе возможность, ну, ощутить на себе все вот эти неловкие моменты, которые ты бы себя не хотел поставить. Так вот, тем временем я попробовал никаких выдающихся характеристик, я прямо сейчас не вижу у самолета, но хочу попробовать, значит, на режиме сваливания, какие у него есть скорости на чистом крыле, давайте с вами в горизонте зафиксируемся, по мере падения скорости мы увеличиваем углы атаки, да, там сколько, 90, 80, кстати, очень летучий спидфайр, 80 миль все на все, да, вот он, где-то в районе 75 миль пошел самолет, сваливается, я удерживаю ручку на себя, переложил ногу очень плавно в другую сторону, ну, такое, немножко есть какая-то задемпфированность, и мне кажется, он бы мог бы и получше сваливаться, но я же не знаю, как летает карикейн, да, то есть, в принципе, я могу так вот корячиться и допускать парушитирование и прочее. Хорошо, давайте теперь немножечко, сколько у нас высоты, 1200, ну, 4000 футов, давайте сейчас мы попробуем на оборотах, как мы можем его с вами удерживать в горизонтальном полете, соответственно, на оборотах, какую мы можем минимальную скорость достичь, удерживая его на больших углах на оборотах, давайте-ка его вывесим, значит, 100 миль, начинаем гасить скорость, и потихонечку, по ходу увеличения углов атаки, подхода скорости критической, мы с вами будем добавлять режим, добавляем режим, он начинает разгоняться, то есть, двигатель достаточно мощный, каких-то моментов ужасных от двигателя я не ощущаю, но, может быть, он недостаточно мощный по сравнению с массой этого самолета, то есть, я, кстати, не посмотрел, что тут масса самолета, это было бы интересно узнать, мощности двигателя я посмотрел, так, ну что, примерно те же самые, те же самые характеристики я вижу в районе 80, и если я добавляю, он начинает разгоняться, длины увеличивать скороподъемность, да, значит, сейчас я пытаюсь сделать поменьше, ну сколько, 70-80, 75, нет, 75 нету, миль, да, то есть, ну да, 75, больше, если я больше добавляю, то есть, самолет начинает просто разгоняться или набирать высоту, давайте я буду удерживать на этой скорости в районе 80, и буду просто добавлять больше режим, что происходит, да, скорость начинает расти, самолет начинает поднимать выше нос, и, собственно, возникает скороподъемность, да, ну, то есть, достаточно устойчивый и безопасный, вряд ли вы на нем бьетесь в таком вот формате, да, давайте-ка попробую я теперь классический штопор, вот он сорвался, и сразу же выходит, о, кстати, давайте-ка чуть наберем, чтобы ощутить это в полной мере, вот это мне понравилось, вот это вот очень похоже такой на конвеншнл, да, конвеншнл, да, на обычный вот аэроплан, с такими вот характеристиками крыла, то есть, он так вот подорвался, как он покрутился, у него нет какой-то, наверное, мы сейчас чуть наберем, попробуем его закрутить, так сказать, в плоскач, посмотреть, как он откуда выйдет, если нет, там, это, собственно, кости за борт, у нас же парашют есть, кстати, да, чашечка выполнена в таком вот, чашка сиденья выполнена в такой ямке, да, то есть, парашют здесь тоже на попе располагается, вот, не за спиной. Так, сколько у нас, полтора километра для этой машины, в принципе, я так понимаю, что своими вот легкими преломлениями траектории, возможностью полета на низкой скорости самолет обязан, прежде всего, низкой нагрузкой на крыло, то есть, при его весе площадь крыла достаточно большая, которая позволяет, а, кстати говоря, я не сказал, у меня 60% заправки, по-моему, это составило 270 литров, и для чего я взял такую заправку? Ну, для того, чтобы, как бы, не карабкаться в воздух, а, для того, чтобы повеселее набирать и получше, побыстрее набрать, чтобы посмотреть какие-то характеристики. В целом, если вы хотите поманеврировать на малых скоростях и иметь хорошую скороподъемность на низкой скорости, то, наверное, да, этот самолет сейчас для вас. Я, кстати, не использую внешних видов, я сейчас просто где-то изнутри, находясь в VR, да, внешний вид, потом я добавлю при записи видео с трека, вот так, добавлю для вас. Ну, сколько набрали? Уже 2 километра, давайте-ка, давайте-ка что-нибудь попробуем. В принципе, вправо он должен неохотно, а влево более охотно, да, по вращению двигателя. Давайте-ка тогда штопер влево скрутим, такой стандартный, да, посмотрим, да, небольшой забросик, было превышение по скорости, удерживаю рули на себя, педаль влево, вот замахивание капота, небольшие, неравномерно, выглядит очень неплохо. Так, на плоский правое, правое элероны, пошел на плоский. Так, противоположная педаль, ручка от себя, сразу же выходит, даже не потребовалось ни элероны по штопору давать. Отлично, давайте сделаем полу петлю, сразу попробуем вправо. Сейчас будет продолжительный выход из одной, снижающийся, хотя вот здесь я подвыкину, перегрузку скину. В принципе, в принципе, все неплохо, я считаю, с перегрузочной моделью. Я не могу, ну, то есть это очень тяжело, любые свои навыки пилотирования из реальной жизни переносить в симулятор. VR, конечно, этому способствует, и всякие там органы управления, такие как увеличенные по размеру, джойстики там, да, там, с удлинительными. Так, вправо, ну, тоже замах капота, в принципе, более, кстати, энергичное вращение, размахивая. Давайте, левая нога, отлично выходит, вообще никаких замечаний на этот счет. То есть, ну, самолет сделан для того, чтобы быть безопасным, то есть он больше, скорее, устойчивый, чем управляемый. Так, давайте, я не помню, в какую сторону сделаем проходик над полосой, посмотрим, где у нас там уинсок, да, или в какую сторону дует ветер. Ага, ветер дует в ту сторону, да, мы сейчас заходим по курсу взлета и сделаем разворотик обратно. Кстати говоря, пищит датчик, мы прибрали руд на малый и пищит, пищит эта сигнализация, вот еще один винсок, справа ветерок, пищит сигнализация, то, что выпусти шасси, да, это биии, такой гудок. Вот, но раньше, то есть для этого нужно нажать какую-то кнопку, а раньше в тех моделях, скажем, Мастанг, да, Мустанга, или там еще где такая сигнализация звуковая обеспечена, там это было реализовано так, что буквально через 3 секунды она автоматически скидывалась здесь в L2. Видимо, теперь они отказались от этого, видимо, надо какую-то назначить кнопочку, чтобы она не пищала. В принципе, это разумно, да, то есть пускай она тебе, как бы, мучает и мешает жить, чтобы ты знал. Ну, так, попробуем, как у нас вот он летает, кверх ногами. А, мы помним, что не очень долго, да? Ну, ладно. И посмотрим, какую мы можем обеспечить прелесть самолетов с изменяемым, то есть не так, Констант Спид Проб, да, то есть регулируемым шагом винта в том, что на малых скоростях они позволяют нам, и при прибранном газе позволяют нам выполнять, давайте выпустим шасси, выполнять такое торможение, да, то есть углы лопастей выходят на отрицательные, углы атаки лопастей становятся отрицательными, и, в принципе, выполняют торможение, да? Ну, смотрите, скорость маленькая. Давайте сейчас сначала на чистом крыле попробуем, посмотрим, какая у нас на чистом крыле будет. То есть, мы так покоротенько скинем, то есть заходим, самолет разгоняется, разгоняется, то есть шасси, выпуск шасси недостаточно для его торможения, то есть он все равно обеспечивает нам в развороте порядка двух тысяч футов, то есть порядка десяти метров без гашения скорости. Давайте тогда применим скольжение, чтобы как-то погасить скорость до приемлемой посадочной. Ну, мы сделаем такой конвейер тогда, да, выравниваем в самолете, пятерок справа, поэтому мы, соответственно, будем прикрываться немножко левым креном правой педальки и попробуем коснуться на три точки, да, то есть немножко взмыли, попробуем коснуться на три точки на чистом крыле, немножко высоковато, вот сейчас подойдем. Вот, коснулись в районе 80, как и ожидалось, обороты взлетные, поехали, да, много от себя вообще давать не надо, он с радостью поднимает хвост и готов лететь, убираем шасси, хотя шасси можно было, наверное, не убирать, и оставляем вот так вот оборотики, прибираем 2850, такой клайм-аут, и по ветру набираем. Слушайте, ну неплохо, самолет летает, я не знаю, во-первых, для фанатов самолета, его внешности, ну и все-таки такой легендарный аэроплан, британский. Не знаю, как его, кстати говоря, надо что пострелять, постреляет он пулеметом. Кстати говоря, посмотрим на Си-47, сделаем такую, может быть, добавочную вставку, да, но, наверное, сделаем еще полет вместе с Си-47, чтобы посмотреть, как он выглядит снаружи, и, может быть, даже его собьем, проверив пулеметы. Давайте здесь примерно на траверзе выпустим шасси, и одновременно ночной выпуск. Так, а, ничего себе, одной ручкой, одним краном мы переключаем, по сути, здесь получается воздушную систему, мы воздушную систему переключаем, о, мы не можем одновременно выпускать шасси, и посадочные щитки, то есть вот этот же кран, ну и поскольку не я им управляю, а тут назначено на кнопочки, да, GL-2, вот я сейчас выпустил посадочные щитки полностью, давайте мы будем сохранять высоту, специально я сейчас добавлю режимчик побольше, мы выйдем на посадочную прямую, там, в районе 95 мидов у нас будет скорость, даже это много, получается, он начинает набирать, и посмотрим, с какой вертикальной скоростью мы можем, насколько крутые, то есть, в принципе, сколько, 80 градусов выход посадочного щитка, это очень много, то есть это просто такая огромная пластина, которая, ну, является, по сути, воздушным тормозом, да, ну, лишь немного увеличивая аэрономические, ну, не аэрономическое качество, правильно сказать, а подъемную силу крыла в большей степени создавая торможение, ну, я вам должен сказать, что что-то все равно как-то он разгоняется, что-то это не помогло особо, 2000 футов, ну, может быть, он разгоняется чуть медленнее, да, ну, попробуем еще один заходик, да, на, когда на два колеса, да, то есть я смотрю сейчас на приборы, да, то есть в районе 2000 футов я не могу сказать, что мы можем камнем упасть с неба, не применяя скольжение, то есть опять у нас будет такое немного увеличенное по времени выдерживание, да, просто по той причине, что мы пришли с повышенной скоростью, и будем создавать посадочное положение, находясь над землей, да, ну, как-то так, то есть ставлю кран на уборку, щитка, и поедем, давайте щитком взлетим, посмотрим, это, конечно, очень меру корректно делать, но он должен взлететь очень быстро, да, 70 миль мы в воздухе, давайте поставим сначала шасси на уборку, и когда они уберутся, мы уберем с вами посадочные щитки, ну, или щиток в виде одной схемы выполнен, так, убрали, щиток на уборку, немножко опустим нос, и, в принципе, что нам еще? Угол стояночный, не такой большой у самолета, то есть не как у П-47 надо создавать огромный такой, или как у МИГ-3, выдерживать нос и забирать его на выдерживании нос выше и выше и выше, создавая, ну, такой достаточно странный уголок. Во всех остальных случаях вы приземлитесь на две точки, ну, в принципе, две точки, это ничего в этом плохого нет, за исключением того, что это, скорее всего, как бы причина к отскоку, да. Давайте-ка мы сейчас с вами, кстати говоря, попробуем приземлить этот аэроплан именно специально на две точки, да, то есть такая, и потом опустим, потом мы опустим хвост. Так, сначала шасси на выпуск, так, шасси на выпуск, и теперь механизацию. У этих есть какие-то ограничения здесь написаны? На спидфайре написано скорость, с которой мы можем ограничивать. И, допустим, мы сейчас будем специально выдерживать высокую посадочную скорость, так скажем, да, для того, чтобы у нас меньше угол атаки будет, то есть мы могли приземлиться комфортно на две точки. Я думаю, что в районе 100 миль в час будет вполне себе, поэтому мы можем себе позволить такой небольшой разгон на снижение. Все равно самолет позволяет летать вокруг хвоста, то есть это не какая-то такая тачка, которой надо разгоняться, он очень похожий этими характеристиками на спидфайр. Вообще я не могу сказать, что какая-то у него скороподъемность хуже, чем у спидфайра. То есть у него, скорее всего, нет нормальной скорости в горизонте, да, и он быстро теряет ее при маневрировании. Но давайте сейчас еще чуть-чуть добавлю, чтобы так носом вниз как бы приземлиться. Вот, и будем его притирать, попробуем его на две точки. Вот, коснулись на две точки, бежим, удерживаем хвост в воздухе, и тогда, пока удерживаем, я поставлю щиточки на уборку и буду добавлять режим одновременно с этим, чтобы поддерживать самолет на двух точках. И сейчас щитки у нас уйдут, мы еще один выполним взлетик такой. Так, убрались, убрались, убираем шасси против ветра сейчас, разворачиваемся. Ну что ж, ты нормальная скорость, не могу сказать, что попробуем закрыть фонарь, не могу сказать, что самолет, немножко, кстати, перфомансы у меня сейчас упали, потому что мне пришлось для видео, мне было не симпатично, мне пришлось включить повыше антиалиясинг на четверочку, что раньше не вызывало каких-либо проблем на старой графике, и выглядело очень даже недурственно, то теперь это вызывает. Ну что, мы можем от земли что-то поработать, давайте такое сделаем на взлетном режиме. Сколько мы успели разогнать скорости? 240. Посмотрим, насколько тачка приятная, так сказать, по этаже. Вот. И отдельно, конечно, по боевому применению я не спец, вы сами попробуете эту тачку в действии, ну там, типа по наземным целям, по авиации противника. Здесь наша задача сейчас просто выскрести побольше наверх, посмотрим, сколько мы можем сделать, это безопасно, так сказать. 2000 футов, да, то есть петельку мы уже с вами крутить не будем, что и неудивительно, да, сделаем такие три четверти петли. Ну, в целом, полетать можно. Давайте-ка сделаем вертикальку с поворотом, и потом зайдем на посадочку. Сделаем обычную традиционную посадку на три точки. Традиционную. Так, и поехали. Вращение, кстати, в вертикалье неплохо вращается. Так, я немножко допустил ось, но тем самым мы подогнали его для более комфортного и устойчивого поворота в нужную нам сторону. Вертикалька, поворотик, четверть-низ, выход. Выходим сейчас в том направлении, откуда мы будем заходить на посадку, и какую-нибудь такую сделаем. Жалко, что один кран, получается, мы не можем с вами одновременно, ну, выполнить, например, три четверти петли, очень красивым образом зайти на посадку, да, потому что, собственно, у нас один кран, мы не можем одновременно все это делать. Давайте, поехали. Такой сейчас немножко близковато, мы попробуем ее как-то красивее сделать. Поставим сейчас сначала шасси на выпуск. Откроем фонарь. Лисковато. Ну, ничего, поставим щитки и будем выполнять такую вот змейку. Кстати говоря, самолет достаточно позволяет неплохо маневрировать, на малых скоростях мы будем этим пользоваться. И потом применим скольжение. Ну, в принципе, уже, в принципе, уже мы достаточно неплохо выглядим относительно полосы, применяем скольжение и заходим к торцу полосы. Да, перфомансы еще при записи видео, так и не очень, не очень хороший VR, поэтому, конечно, надо антиалясинг перебирать. Но карта сама по себе красивая, есть много водных просторов, земля, ну, вот эти вот деревья разные, все выглядит так очень недурственно. Так, хорошо, приехали. Сейчас будем на выдерживании создавать посадочное положение. Если успеем. Не успели, да? Ну, оно, в принципе, достаточно низкое. И притормаживаем, собственно. Вот и все. Так, остановочка. И давайте посмотрим, как выключается этот аэроплант. У нас, к сожалению, нельзя эти все процедуры поделать, потыкать все вот эти штуки, как от чего зависит, потому что здесь кнопочка E включается и выключается, собственно, все. Так. Нет, что не выключается? Что-то не выключается. Ну, ладно, давайте быстренько посмотрим на C-47 и это будет окончание обновы. Так, кстати говоря, пока я выбираю здесь миссию, чтобы посмотреть на C-47, даю вам возможность посмотреть. Вот тут есть разные расцветочки. Ну, я имею в виду ливрей, да, раскраски. И что мы можем выбрать еще по вооружению. Значит, у нас нет никаких модификаций. Браунинг, да, то есть, смотрите, дополнительный браунинг. Хиспанопушка. Вот это уже повеселее, потому что пулеметики это такое себе. Викерс какая-то еще. По 40 миллиметров два пода, да, две подвески. Два 40 Викерс ганподс плюс дополнительная броня. Пулемет БС плюс два швака. Движок Мерлин с 14, да, то есть, зеркало и Air Cleaner. То есть, это фильтр, по сути, для взлета с полевых аэродромов. Как-то так. Так, друзья, вот мы подходим с вами снова в Харикень. Я выбрал другую расцветочку, чтобы вы могли посмотреть, как он выглядит в другой ливре. И мы подходим к Си-47, ну, или тот же самый ДС-3, или Ли-2. Надо сказать, что с настоящим ДС-3 я в группе, в паре, так скажем, летал. Да, я был на Air Commander. Это такой двухмоторный турбопроб. Ты подождите, не шарахайся. Мы просто летим в близкой формации. Да, давайте посмотрим с разных сторон. Не знаю, что в нем интересно. То есть, нельзя на нем полетать самому. Можно посмотреть, видимо, на него. Применять его для высадки десанта. Кстати говоря, может быть, это будет интересно тем, кто летал на Юнкерс 50. А, опять же, полетать пока нельзя, да? Ну, какие-то десантные миссии можно с ним использовать. Может быть, еще каким-то образом его можно использовать. Ну, в общем, вот такая вот большая, интересная, красивая машина. Кстати говоря, если я подхожу у него под кузом, то он совершенно не нервничает. Давайте-ка тогда подойдем к нему поближе, посмотрим, как выполнено у него, нарисовано. Ну, текстуры с внешнего вида, они такие себе. Не могу сказать, очень детальные, чтобы, да? То есть, я вижу, конечно, ниже шасси покрашенные иначе. Вижу протектор на колесах. Все это выглядит достаточно неплохо. Но вот сами текстуры, то есть, я вижу какие-то подтеки, как бы, да, но я сейчас подойду поближе, может быть, будет получше видно. Но пока, нет, ну да, получше видно, видно клепки. В принципе, сделано неплохо, очень даже неплохо, да, учитывая, что это модель, на которой вы не летаете, и это как бы такая посредственная должна быть текстура, а выглядит вполне себе недурственно. А куда он пикирует? Куда он меня заводит? Какой-то плохой из него ведущий. О, какие резкие маневры, ничего себе. Я бы даже постерегся бы на этой конструкции такие маневры выполнять. Ну ладно, тем не менее, вот он вам DC-3 или C-47. Сейчас мы подойдем к нему вот так вот во фронт. Если он, конечно, не станет от нас убегать. Не, он так не убегает. Если мы спрятались от пилота под крылом, то, в принципе, он не нервничает. Да, неплохо, в принципе, выглядит. В любой другой ситуации он как бы начинает от нас убегать. Сейчас вообще прибрал обороты. То есть все, его задача на сегодня выполнена. Он ни с кем не вступил в бой и просто летит себе. В общем, так, это короткий экскурс, так сказать, в C-47. Что-нибудь это снижается и газ убрал. Но я больше, пожалуй, не смогу за ним удерживаться, потому что скорость уже очень маленькая, поэтому отойдем. Вот, кстати говоря, так выглядит карта днем. Наверное, стоило полетать именно днем здесь. Эта карта все то же самое. Великие луки, дневное ее освещение. Все выглядит достаточно прилично. Как ни странно, часы заката и рассвета должно быть максимально красиво, но почему-то наибольшее удовольствие получаешь на этой карте днем. И тени в кабине как-то лучше выглядят. В целом, наверное, надо было пробовать ее днем. В общем, вот какой-то городок здесь. Посмотрим на карте. Собственно, великие луки, да? Ну все, друзья, спасибо, что сегодня полетали со мной. До новых встреч, пока!